Всем привет, ребят! Вот что, есть у меня вот такой-то автомобиль. Давайте сегодня, знаете, что сделаем? Сделаем тогда на двигатель прозрачный поддон. Сделаем на него прозрачный мотор, соответственно, отмоем его, зальем туда чистенькое масло и, соответственно, посмотрим, как все это дело выглядит изнутри, когда работает мотор, как стекает масло, как там крутится коленвал. И походу, если все пойдет прям очень-очень даже удачно, сделаем еще и прозрачную крышку клапанова для того, чтобы можно было и сверху, и снизу все это дело посмотреть. В общем, много чего интересного. В общем, погнали! Сделаем еще и наполовину прозрачный мотор. Ну и вот, соответственно, чтобы нам все это дело изготовить, есть у нас вот такой вот кусочек оргстекла. Пленочку уберем, потому что если она прилипнет, мы ее потом... А ты с той стороны подержай, а я здесь потяну? Давай. Мы ее потом зубами не отгрызем. Так, что у нас есть? У нас есть вот такой вот формовочный станок. Да-да-да. Оп! Опять прям тютелька в тютельку вырезано. Так, что у нас есть еще? Специально они стали уже старые брать, нафиг они нужны. Приобрели вот крышку клапанов и поддон. Замечательно. И сейчас вот по этим уже деталям готовым будем формовать стекло. С АБС-пластиком все получается очень хорошо. Будем надеяться, что и здесь получится точно так же. С АБС-пластиком все получается. С АБС-пластиком все получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Ну, ребят, смотрите, что у нас получается. В любом случае, видели, да, как у нас вот формуются вот такие вот детали. Но скажу вам честно, с таким стеклом не работали никогда, именно с прозрачным. Вот с АБС, с пластиком-то, с черным, то есть там крылья, не крылья, двери, не двери. Формовали очень даже хорошо. Здесь немножко, ну, пока, похоже, нам чуть-чуть слегка не хватает. Но в любом случае, это не беда. Наверстаем. Так, вот что у нас получилось пока. Смотрите, поддон, он вся форма сформировалась очень хорошо. Но вот это место, то есть крепление его слегка чуть-чуть почему-то чего-то там у нас не хватает. Не дотягивает немного пластик. Может быть, все-таки действительно, потому что вы взяли уже потоньше. Но вот этот толстенький неплохо сюда встал. В любом случае, обрезали поддон. Видите, да, здесь прикрутили все на болты, на герметик. Ну, вы сами понимаете, пластик есть пластик, он мягкий. То есть болтами-то прикрутились бы, а здесь могли получиться, ну, как обнижение. То есть он бы не прижался и могло бежать масло. Сейчас 100% мы уже уверены, что все будет очень даже хорошо. И в любом случае, через него все очень прекрасно видно. Вот так вот. А с крышкой было принято немножко другое решение здесь. Здесь, я думаю, ну, здесь у нас же нет никакого давления, ничего на нее. Ее особо не толкает, не пихает никуда. Ну, течет маленько масло и течет. Ничего страшного, попробуем поставить ее просто на герметик, на стекольном уже хорошо держит. Сначала ставим поддон, потом заливаем масло, потом приклеиваем крышку, а потом его запускаем. Погнали! Смотрите, ребята, что получилось. Все нормально, приклеилось, все хорошо. Чисто визуально вроде держится, все здорово, замечательно. Масло залито туда, правда, не максимальный уровень, но в любом случае хватит для того, чтобы мотор работал. Масло прозрачное, все хорошо. А, ну вот, смотрите, все замечательно, масло видно, каленвал видно. Так вообще там все красное становится, смотри, как. Прикольный такой вид двигателя изнутри. Пошла циркуляция, оно потекло вниз. И вот теперь смотрите, масло, масло фигарит вообще отовсюду. То есть оно сливается не только по каналу, где оно должно сливаться, а оно идет из каленвала, идет и с шатунов. Прям все видно, все четко. Может, дольем маленько, а? Вань, глуши! А как мы дольем через щуп? Надо долить масло, мало. А что, есть сильный дитчат шатунов? Вообще прям фигарит шатунов, обалдеть можно. Прям, ты видишь, отовсюду, с каленвала, с коренных, везде. Пенится, потому что его мало. А здесь как будто вот он уже смыл, какая-то фракция бежит, смотрите. Прям, Степ, поснимай, смотри, прям, видишь, как будто как какие-то вкрапления в масло прям, смотрите, стекает. Это что, грязь какую-то смыло, что ли? Мы же его мыли. Нифига себе, блин. Ой, как стружка или что? Может, и пузырьки? Не возьмешь, не потрогаешь, не пощупаешь. Интересно было, конечно, пощупать, но что-то там вспенивалось, конечно, это плохо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас видно сверху. То есть, цепь мы видим хорошо, звездочку мы видим хорошо. О, клапана даже, видать. Ну, с пружинами, со всеми остальными делами распредвал. Рокера, заводи. Сейчас посмотрим. Что же проигрывает тут? А-а-а, тут тоже брызгает. Прям нормально так. Масло разбрызгивается везде полностью. Вот и цепью его поднимает. Смотрите, как разумительно, замечательно. Все отсюда видно. Как это все действительно работает. Как оно разбрызгивается и почему у нас двигатель внутри весь в массы. Так вот почему. Все понятно, все понятно. Все ясно. Ну вот, ребята, что получилось. На самом деле, вот казалось бы, что такого, да, удивительного, волшебного сделать прозрачный поддон, прозрачную крышку глобанов. Но когда сделали и посмотрели, как и что работает, как, куда льется масло, где оно брызгает, откуда оно берется, где его раскидывает. Какой здесь поток, поток тут вообще, как там, как Ниагарский водопад. Нифига себе там масло-то поднимает, сколько в распредвал. Вот кто бы знал, что здесь такое количество проходит. Но через прозрачную крышечку все это видно очень даже замечательно. В какие-то пришли понимания другие. Я не думал, что действительно такой все-таки большой поток. Почему такие здоровенные сливные каналы? И почему на некоторых автомобилях, на некоторых моторах, вернее, когда подзабиваются каналы, получается как, что когда прям газ-палас даешь, то есть обороты поднимаются, буквально в течение, наверное, 20 секунд разгоняешься, бах, и загорается лампочка уровня масла. То есть масло не успевает стекать. Я все еще думал, как так, блин, там почти 7 литров. Не почти 7, почти 8 литров масла. Думаю, да куда оно там девается-то в этом моторе? А оказывается, даже на распредвал нифига себе сколько подается. Конечно, оно его все вверх выкидывает. И, видать, с последним каналом оно уже обратно не успевает стечь. Поэтому надо будет его разбирать и чистить. Во! Блин, хорошая мысля. Поэтому, ребят, я надеюсь, всем понравилось, посмотрели. Честно, удивился. Ну, никогда этого просто не видел. Очень много таких выводов отсюда можно сделать. Хороших. Ну, в общем, вы это все прекрасно сами видели. Самое главное, что у нас все получилось, все здорово, все работает. То есть, блин, прям такой классный эксперимент самому понравился. Надеюсь, и вам тоже понравилось. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, если мне что-нибудь предлагайте. Комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну, все. Пока.